Добрый вечер, дорогие друзья! Вот уже 10 лет удивительной кошки и 8 из них. Я выхожу на эту сцену, на нашу замечательную сцену, которую мы построили своими руками и всю эту студию создали. 8 лет выхожу для того, чтобы сказать всем, кто сюда приходит, добрый вечер, спасибо, что вы решили провести его вместе с нами в Центре искусств «Удивительная кошка». Я скажу одну маленькую речь, но вы знаете, мы сегодня сделаем немножко не по порядку. У нас есть один гость, его зовут Юра Должиков. Но он не просто гость, вон там его портрет висит, он кошкинец, он принимал участие во многих наших спектаклях. Но сегодня, по стечению обстоятельств, у Юриного внука тоже день рождения. И поэтому он должен убежать, и поэтому он выйдет первым. А потом я скажу свою маленькую речь. Ребята, я с кошечкой. Симпатичная такая, да? С гитаркой. Я тоже речь говорить не буду. Я просто вспомню, когда 10 лет назад, по-моему, на Тарантеле, смотрю, какое-то действие происходит. И что характерно, там одни девочки. Я же тоже засмотрелся. Думаю, боже мой, где таких красоток набрали? И тут идет Ира Шагапова и говорит, что вы там делаете? А это Лиля построила у нас. Кстати, она ищет мужчин. Тут я по врачу, смотрю, Лиля идет. Я говорю, вы искали мужчину? Ну, зачем она искала мужчину? Я уже не помню. Все-таки 10 лет прошло. Для спектакля. Да вы что? Как хорошо вы, как хорошо. Даже, а наше сотрудничество потом началось с песни к спектаклю. Первому спектаклю. 10 лет назад это было Шагал. Ну, Шагал был четвертый спектакль, но в первый наш год. Нет. В первый наш год и первая песня, которую я сочинил. Потому что Лиля вместе с Мишей подошли и говорят, «Ты знаешь, есть вообще эта песня Прошагала?» Но что-то она не подходит к нашему спектаклю гениальному. Понимаете? Это между собой. Вы можете это вырезать. Ну, говорит, посмотри. Ну, я посмотрела, и вот так она появилась. А потом, как оказалось, несколько песен к спектаклю было написано, а потом песни были написаны просто так, которые потом вдруг опять организовались в спектакль, который сделал Рустем Галич. Кстати, вот он сейчас набирает авторитет. Ребята, так вот я хочу подарить вот эту музыкальную кошечку. Лиля, тебе вот одна кошечка стоит наша, вот тебе вторая. Теперь уже музыкальная. Осторожно. Та была деревянная, а эта хрупкая очень. Нежная, да. Ну, ты же видишь, там все, что надо. Сразы. Нет, там эти вот глазки накрашенные. Вот. Губки и там блестки, стразы, да. Все. О, шикарно. И сейчас я хочу исполнить песню. Ну, мы уже много слили песен, написали. Она слова, я музыку. Последняя песня наша, она была написана, по-моему, в конце прошлого года, но осень закончилась, ковида еще нет, исполнить невозможно было, а сейчас представилась возможность. На станции осень погодка не очень. дождлива, и небо затянуто серым, а к вечеру здесь облака кровоточат. И нервы, и нервы, и струны, и струны, как нервы. На станции осень билет до Парижа. Кассир не продаст, что за вздор тихо скажет. А рельсы гудят, а прощанье все ближе, промокли от слез и дождя с акваяжи. На станции осень законной, как дышла. Здесь кто-то поет, кто-то милостыню просит. Ну что ж тут поделаешь, вот мы и вышли на станции с кратким названием «Осень». Здесь злится ноябрь, и чего ему нужно, какая его укусила, зараза. Стоим перед ним, Боже мой, безоружный, ведь каждый из нас этой осенью мазан. И больше уже ничего не исправить и не обойти никакой дорогой. Ах, станция осень, дырявая память, кленовые листья в рубцах и ожогах. На станции осень погодка не очень. Дождливо, и небо затянуто серым, А к вечеру здесь облака кровоточат, И нервы, как струны, и струны, как нервы. А к вечеру здесь облака кровоточат, И нервы, как струны, и струны, как нервы. Вы знаете, ну вот ровно 10 лет назад «Удивительное окошко» показала свой первый спектакль, и ее биография, и биография любительского театра «Удивительное окошко» началась со спектакля на стихи Верочки Павловой, который назывался «Любовь болячка». И на самом деле, вы знаете, в этом зале сегодня, спустя 10 лет, 10 человек, которые были на нашей первой «Кошке» 1 июня 2012 года. Встаньте! Кто был на первой? Раз, два, три, четыре. Участники? Ну, неважно, кто был на первой «Кошке». Где это было? Ты тоже была, Кэррин, ты тоже была. Ну, ребята, ну это круто! Представляете, 10 лет прошло! Спасибо вам! И вообще огромное спасибо, что в этом зале, в нашей студии любимой, сегодня собрались самые любимые наши и мои лично люди, потому что тут других людей быть просто не может. Спасибо вам огромное! За эти 10 лет, ну, у нас рождались спектакли, концерты, семьи, дети, внуки. Это правда, это не просто слова. Вот Тёпа, например, которого зовут Натанель Рогацкий, продолжатель династии творческой Рогацких, он практически родился в «Удивительной кошке». Правда, Тёпа? И он уже у нас актёр «Удивительной кошке». Встань, пусть на тебя посмотрят! Это же наш кошкинец, который прямо в кошке и родился! Конечно, кого-то уже сегодня нет, и даже не потому, что кто-то ушёл в другие сообщества, группы, это всё творческие коллективы. Мы уже сегодня кого-то недосчитались, и я предлагаю... Вы знаете, надо, наверное, вспомнить об этих людях и, ну, как-то вот почтить их память. Это Юра Прохоров, которого уже нет, Володя Каневский и Олег Золотовецкий. Спасибо им, что они были в «Удивительной кошке». Вы знаете, я сегодня... Я учила Рустем, честное слово, но я так волнуюсь, что я ничего не помню. Поэтому я сегодня хочу прочитать совсем не своё стихотворение. Оно, конечно, вам знакомо и у многих на слуху, но мне всё-таки хочется его сегодня прочитать. По улице моей Который год Звучат шаги Мои друзья уходят Друзей моих Медлительный уход В той темноте за окнами угоден Одиночество Как твой характер крут Посверкивая циркулем железным Как холодно Как холодно ты замыкаешь круг Не внемля уверением бесполезным Дай стоять на цыпочке в твоём лесу На том конце замедленного жеста Найти листву И поднести к лицу И ощутить Сиротство Как блаженство Даруй мне тишь своих библиотек Твоих концертов Строгие мотивы И мудрая Я позабуду тех Кто умерли Или доселе живы Я познаю мудрость и печаль Свой тайный смысл Доверят мне предметы Природа, прислоняясь к моим плечам Объявит Свои детские секреты И вот тогда И слёз И с темноты И с бедного невежества Былого Друзей моих Прекрасные черты Появятся И растворятся Снова Спасибо вам Мои друзья За то, что Вы столько лет с нами И за то, что Благодаря этому Мы живём И живёт эта Маленькая планета Творчества Любви Дружбы В которой Многие воплощают В жизнь Свои творческие мечты На наш день рождения Чтобы его Отпраздновать Вместе с нами Прилетели Гости Из Нью-Йорка И я хочу Пригласить на эту сцену Редактора Издателя Замечательного Журнала Интерпоэзия Двуязычного журнала Доктора И моего Очень близкого Хорошего друга И друга Удивительной кошки И вообще уже давным-давно Кошкинца Андрея Грицмана Я вначале прочту Послание От Иры Акс Которая очень активный Деятель, друг Кошки и Лили Вот И активный человек В Нью-Йорке Есть в Торонто Это Ира Акс Есть в Торонто Удивительная кошка Удивляет всех Отнюдь не понарошку Прямо любовь Кто ценитель Эстет Удивляет Целых долгих Десять лет Говорит У каждой кошки Девять жизней Скоро Новые А с твоим Рубежи с ней И прославится она Еще сильней Ну и все певцы Актеры Вместе с ней Все канадские Коты Милы Пушисты Но не все Они поэты и артисты Этой Самой знаменитой Скотов Happy Birthday Скажем больше Мазлтоф 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 это наше Нью-Йоркское выражение Ну и я прочту два стишка Которые полегче Ира знает У меня все В основном Мрачное Эсхатологическое Но я прочту Такие Повеселее У кошки жизнь Довольно сложная Говорил Поэт Цветков Точно Чачу Разливая И не тратя Лишних слов Но таков ее был выбор Тихо Шарить по кустам Ну а что нам остается Что же остается нам Из кустов Зеленых глаза Два Загадочно Глядят Что за жизнь У вас ребята Чачу Потреблять С утра Два кота Териэль Кабанов Нависает Над судьбой Лучше пиво Выпить нам бы Освежиться На убой Мы глядим И кошка Зырит Из кустов На завтрак Наш Исчезает Как багира Незамечен На шурша Ну а нам что остается Не в кусты же нам Сегать Так тревожно Сердце бьется Нам добычи Не поймать Здесь сидят Люди конечно Все помоложе меня Но тем не менее Наверное помнят Это московская такая вещь Вспоминая Тарковского называется Все больше тех вещей Что я забыл Но все они живут еще в сознании В глубинной памяти любви И в исчезании Где та любовь Где медленные танцы Где батники И узких юбок зовы Где лира Адриатика И мы посланцы Из дальних и полузабытых снов Где булочки С корицей Нашей мамы И темный танк Трофейного буфета Где Черно-белый хемингуей Без рамы И в ящике Стрельцов И Игорь Нетто По темным комнатам Где медленные танцы Косит кометы Глаз На чудо Зада Безумство Пряди на щеке О, Джодасен Дым солнца О, Лафарет Мари И польская эстрада А за окном Где тихий снегопад Такси В разнос В Чертаново Во мраке Но близко Есть с собой И как судьба Снежинка На ее Черненом веке Тумбаланежа И амул Пэрдю И душу рвет Аккорд Проряд каретный Отвертки У шпаны В электропоездах Один неверный взгляд И шаг неверный В Москве К полуночи Ленивый снегопад В парадном Тишь и гладь И подоконник Где счастье обрести Невинность потерять Расстаться с ней Бесследно И бессловно Крохочет лифт Пора, мой друг, пора Зажат в кармане Рубль Заветный Чтобы добежать Успеть И прыгнуть Навсегда В вагон Случайный И последний Ну еще одно Это как бы Привет из Нью-Йорка Я всегда Кроме того, что Вот здесь Лилия Удивительная кошка И вы все друзья Но я всегда В Северное Торонто приезжаю Для меня это как Как рай Парадайс Вот мое представление О счастье Что въезжаешь Русский ресторан Сулико Грузинский ресторан Узбекский Да Азербайджанский Тут все Вот Ну вот Я когда-то написал Замечательному поэту Нашему другу Общему Саше Радашкевичу Который живет В тусклом Сизом В туманном Париже Письмо Александру Радашкевичу Из русского Магазина В Нью-Йорке Ну вы знаете это выражение Накатать или писиком Да? Нет? Вы не знаете это? Ну на Брайтон бич спрашивают Продавщица спрашивает Вам накатать? Или писиком? Брайтонский фолклор А вам накатать или писиком? Слова летят быстрее мысли К тебе прекрасный Александр Здесь никогда вас не обвесят Глазами пробегая весело Перцовка попадает в кадр А там уже кинзмараули И саперави И чхавери Вот экзистенция Вот сартр Икорка Как зернистый уголь Игривый мысленистый уголь Из морозилки крепкий пар А там Пельмени и вареники В корзинах лукум и финики А в рыбном карп Как ихтиандр На эмигрантской фене ботают Две ады ситки Жопы толстые Их губ не гаснущий пожар О, Александр! В газетах здешних Так много объявлений грешных Виагра Девки И массаж Но в Бруклин Редко водит леший Уйду к колбасам я безгрешный Которых больше нету в США А водок сколько разноцветных То ярко-красных Нежно-бледных С акцизной маркой нежный воск И связки рыбин безответных У кассы дамы полусвета И Блади Мэри кровный сок Кассирши долгий Коготок На самом деле, Саша, грустно Что без тебя мне здесь так вкусно Все есть, но где же солнцедар? И захватив грибков, капусты Грущуя о тебе и Прусте Ора Дашкевич, Александр Солнцедар помните, люди, да? Вилечка, поздравляю! Счастлив быть здесь Кошка для творчества Лучшее место Это в Торонто Давно всем известно Десять лет позови Но все еще Впереди Кошка пока Не достигла предела Лучший спектакль И лучшее дело Все еще Впереди Все еще Впереди Самая лучшая Песня не спета Слова Слова Артистов И книги Поэтов Все еще Впереди Все еще Впереди Не подводите Пока что Итоги Ведь горшки Обжигают небоги Все еще Впереди Все еще Впереди Впереди Кошка свою Выпирает Дорожку Из-за угла Не рычите На кошку Лучше к нам Приходи Ведь все У нас Впереди В В Кошкином Доме Случается Чудо Сбудется Все Что Лишь Снится Покуда Все еще Впереди Все Еще Впереди И Принимая Друзей В день Рождения Кошка Мурлычет Опять В Ну Покуда Еще Впереди Все Мы Впереди Наши Дар И Впереди Все Впереди Все еще впереди! Ура! У кошки четыре ноги И, в общем, немаленький рост И думать о том не моги, Чтоб в праздник не высказать тост У кошки свой дом, свой Париж Свой галич и свой самовар Всего десять лет, говоришь, подросток Но все же театр И нами замечено, что в наше непростое, очень тревожное время Многие знакомые тексты, знакомые песни Звучат совершенно иначе Совершенно иначе, чем они звучали раньше И это достойно того, чтобы об этом написать Я думаю, в этой аудитории никому не придется объяснять О какой песне, о каком авторе идет речь Не надо рвущемуся к власти Давать навластвоваться в сласть Когда ребенок любит сласти Он будет требовать ту сласть Но властью кормится тиранство Пусть хватит мудрому умнишка Сказать, вот Бог, а вот порог Что ж для себя простить у Бога У этой бездны на краю Пусть приглядит хотя бы немного За теми, кто теперь в бою За теми, кто теперь в бою Прости, поэт, твоя молитва Нам душу грела в век неной Когда рулит безумец с бритвой Непримирим закон людской Попокуда черный ворон кружит Не трать слова по пустякам Дай правым смелости оружие Дай черной силе по рукам Дай черной силе по рукам Спасибо вам за поддержку Я думаю, всем понятно, о чем будет речь Ну и немножко на более творческую тему Я думаю, что не ошибусь Что, если скажу, что многие из здесь Сидящих в зале людей Когда-либо писали песни На свои стихи или на чужие Во всяком случае пробовали Это какое-то очень непростое дело Как это совместить И вот эта песенка называется Я попробовал обобщить свой собственный опыт Песенка называется Как приходит музыка к славу Как приходит музыка к стихам Да она стекает по строкам Звякая, как хрупкая посуда Нужно лишь прислушаться в тиши И настроить сеть своей души И поймать сигнал из ниоткуда Как роднятся буквы, нот и слов Да они одних корней основ Из одной невзрачной глины вышли Свякнет колокольчик на ветру И стихи родятся поутру Музыкой сочась Как соком вишни Как услышать музыку в строке Нужно волю дать своей руке Струнами нащупать голос звучный Но верней, когда твои птенцы Родились вдвоем, как близнецы И с тех пор дружны и неразлучны Спасибо вам Мы поздравляем еще раз Другую, удивительную, совершенно удивительную кошку С днем рождения Желаем ей, чтобы и дальше Так же или лучше Долгих лет мяукали Так же или лучше Спасибо Спасибо Буквально совсем недавно Полтора месяца назад Были здесь с моими друзьями И мы не выступали Мы делали клип Мы делали запись И вот сейчас я не буду Конкретно сейчас петь вживую Или играть А я хочу показать вам наш клип Который мы общими усилиями сделали Это моя песня Это моя старая песня Которой уже, наверное, более 30 лет Буквально короткая история Я думаю, это может быть интересно Эту песню я исполняла со своим ансамблем У меня была группа, которая, возможно, вам известна Москва Транзит Джазовая группа Мы были в составе оркестра Лундстрома Государственный джаз-оркестр России Спасибо Спасибо, спасибо, друзья Но до этого мы назывались Вот не поверите Мы назывались Манифест Тот же состав Но мы У нас был уклон Как вы понимаете В то время это было популярно И это была возможность Выезда за границу И что было важно Я думаю, со мной согласятся И наша группа занималась Так называемой политической песней Но зато мы объездили полмира С этой политической песней От Центрального комитета комсомола Мы представляли Советский комсомол Профессиональная группа представляла И нас послали в очередной раз На фестиваль политической песни На конкурс политической песни В Чехословакию В город Мартин И когда мы Нашу программу У нас очень хорошие были музыканты Когда мы там Начали выступать Мы были готовы Что нас Не очень примут Как только объявили Что советский ансамбль Публика начала топать Зал дворца спорта Начал топать Мы были к этому готовы Нас не пробьешь Русу туристу Это был 86-й год И мы Первый номер мы спели Они потоптали Немножко нас А потом пошла вот эта песня А я рассказывала Я рассказывала о чем песня Зал притих Зал выслушал песню И вдруг Народ стал вставать И хлопать нам От души С криками Браво Поверите Мы получили первый приз На этом фестивале Несмотря на то Что нас затоптали Мы получили первый приз С той поры Эту песню я Забыла Полностью И Когда случилась Вот эта Жуткая Трагедия И ситуация Которая сейчас существует Между Россией и Украиной Мне пришла мысль в голову А что бы мне такое Показать Из моего творчества Что было бы вот Ну как раз В этом состоянии Душа разрывалась И я вспомнила Про эту песню Она как Нельзя лучше Отражает Состояние души Нашей И я попросила Своих друзей Вот сегодня Нет здесь с нами Нового кошкинца Игоря Портнова Которого уже все знают Да Его рекрутировали Он сейчас в Чикаго Что-то там делает Вот Но он передавал привет Поздравления И Хоть каким-то образом Но он поучаствует В сегодняшнем празднестве Потому что Вы его услышите И увидите Кроме этого Со мной поет Там моя дочь Я очень ею горжусь Я зову ее Поющий медик Катерина Вы ее увидите Там же поет И Мой Близкий друг Очень хороший друг И замечательный Аранжировщик Все аранжировки Которые Сделаны Мною Они сделаны С Асланом Готовым В его студии Аслан Готов И там же поет Его сын То есть У нас Вот семейное Такое Братство А кроме этого Просто невероятно Еще одна семья Кошкинская Участвовала Я попросила Катю Терещенко Нашу любимую Сделать Подстрочник На английском языке Она мне уже делала Не раз Подстрочники И даже не только Подстрочники Она мне просто Переводила Великолепные переводы Делала На английский язык Моих песен Катюша Спасибо Вот так Она сделала Этот подстрочник На английском языке И я попросила Ее сына Сделать Видеоклип Вот у нас Такой большой Семейный сбор Получился Вот на этом клипе И Я с большим удовольствием Хочу Наконец-то Ой Такая преамбула Долгая была Уж простите меня Но Записывал Тон Удивительный Да И записывали Да И последняя Вишенка на торте Я спросила Лилию А можно Здесь у нас Записать Ну конечно Господи Ну все свои И здесь Вот на этой сцене Вот здесь Мы записали Этот клип Поэтому Ну как нельзя Лучше Случаю Мне кажется Показать эту работу И это самая Свежая работа Одновременно С Одновременно И одновременно Литераторой И так Ну хорошо Одновременно С вашей работой Которую Вы сделали Антивоенной Да Вышел и наш клип Так что Кошка работает Кошка живет Вперед кошка Эта песня Называется On the road of war На дороге войны На стихи Вьетнамского Поэта Нгуэн Чан След рисунка По детски Несмелый След рисунка И звездкой Белой След рисунка Свежей щебенкой На обломке стены Это след Словно след Ребенка Это след Словно след Ребенка На дороге Войны На дороге Войны Камень Крупок Кирпич Не прочен Дом Снарядами Разворочен Только этот Кусок стены Только этот Кусок стены Устоял Под вражьим Обстрелом А рисунок Остался Целым И отец Вернувшись Войны И отец Вернувшись Войны Улетал Сквозь Густые Травы На кирпичной Стене Кровавой На кирпичной Стене Кровавой Войны След Ребенка Что Сделал Сын След Рисунка По-детски Несмелый След Рисунка Извездкой Белой След Рисунка С бежей Щепенкой На Планке Стены Это След Словно След Ребенка Это След Ребенка На Дороге Войны На Дороге Войны На Дороге Войны Мы На Дороге Войны На Дороге Войны Спасибо Я хочу Показать вам Песню Которую Уже я здесь Один раз Показала Премьера Была Здесь В Кошке Родной Два года Назад Перед Самой Пандемией Это был Новогодний Наш концерт 20-го Года Помните Здесь Большое Было Празднество Все пели Ели Пели Танцевали Все было Замечательно А потом Все началось И все Накрылось Сами понимаете Чего Вот С той поры Эта песня Не звучала Но я Во-первых Я ее отослала Давайте вспомним Нашу дорогую Любимую Иру Черную Эру Иру Она С удовольствием Начала учить Эту песню И даже Собиралась Приехать Но не выбралась Но она сегодня Была на экране Вот На экране Но ее было мало Если бы она Конечно спела То было бы лучше Или станцевала Тоже Почему я хочу Именно эту песню Показать Эта песня На стихи Ииск Яр Опять же Нашей любимой И Судьба этой песни Такова Что Ее уже Выучила И начала записывать Лолита Я С ней в хороших отношениях Отослала ей Эту Фонограмму Отослала материал Вот Но сейчас Она совершенно Не в состоянии Работать Потому что Она сама С Украины Как вы понимаете В общем-то Она в полном Раздрызге И Это не для телевидения Вот Поэтому Сегодня я покажу Я поющий композитор Я не певец И я не буду Говорить стихами Вот Но Хочу показать ее Она называется Кстати Вот Вы здесь Литераторы Поэты Люди Связанные Со словом Как вы думаете Вот когда Я вам ее отпою Как мне ее лучше назвать Отвечаешь за все Или Дорогая Ладно Потом скажете мне Ваше мнение Хорошо Отвечаешь за все Отвечаешь за всех Ты одна Дорогая За родивших тебя Из-за тех Кого ты Родила За крутящийся шар Под уставшими За день Ногами Ты за солнечный шар Раскален Уже Дорогая Отвечаешь за все Отвечаешь за всех Ты одна Дорогая Отвечаешь за все Отвечаешь за всех Ты одна Одна Дорогая Собираясь в дорогу Сжигаешь дневник Тетрадки С безымянного пальца Бросаешь в колодец Кольцо Сколько весен и зим Ты летишь и летишь Без оглядки Сколько осеней Ты омываешь дождями Лицо Отвечаешь за все Отвечаешь за всех Ты одна Одна Дорогая Отвечаешь за все Отвечаешь за всех Ты одна Дорогая Дорогая Отвечаешь за все Отвечаешь за все Отвечаешь за все Отвечаешь за все Отвечаешь за всех Отвечаю Одна Дорогая 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 Такие они красочные, что я просто не удержалась и написала такую мюзикловую песню. Даже не песню, это номер из мюзикла. И вот мы с Арчи сейчас покажем этот номер. Июнел Июнь, его роман с ромашкой, был в стадии несобранных букетов. А небо было мягким и домашним, распущен сад и воздух фиолетов. Ох, как прекрасно это, как люблю я лето, лето в июне. Ступням в траве легко и босиком, и тростнику не терпится в свирели. А я, плющок, все прирастаю к дому, и так люблю, как будто не старею. Ах, как прекрасно это, как люблю я лето, лето в июне. А мы, плющок, все прирастаем к дому, И любим так, как будто не стареем. Ах, как прекрасно это, как люблю я лето, лето. Лето, лето в июне. Лето в июне. Вот такая импровизация. Подготовили? Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо. Видите, как мы счастливы быть на этой сцене. Очень сложно выступать после профессионалов. Огромное спасибо Нине Шапильской за прекрасный спектакль музыкальный. Видеосъемку такую замечательную. И меня зовут Виктория. Лиля мне представила. Я сегодня на сцене первый раз со своей внучкой. Ее зовут Тея. Она обещала просто бабушке подыграть, скажем так. Ну, так как у нас у Лили юбилей сегодня, я начну немного... У нас у всех юбилей. У всех, у всех. Ну, ты хозяйка. Я хочу немножко сказать о кошке, о том, как я пришла. С Лилией, конечно, мы знакомы уже больше, чем 10 лет. Но мы с ней встречались в других обстоятельствах жизни. И однажды она мне позвонила и говорит мне, послушай, я ставлю спектакль, прошагала, и мне нужен ребенок. Она говорит, ты не можешь занять своего мальчика? Я говорю, ну, почему бы нет? Он играл в детском спектакле. Я говорю, ну, хорошо, пусть придет. Ну, а как придет? Он же сам ходить не может. Пришлось мне его возить. И я весь творческий процесс... Я была у Лили всегда на спектаклях как зритель. А здесь я уже, так сказать, попала в процесс репетиций. Вот так как мне приходилось его возить. И я, конечно, просто была в восторге. Ребенок мой сыграл спектакль вместе со взрослыми. Все участники это знают. Арчи был у нас... Шагал большой. А Денис мой был маленький ребенок. У него там было пару фраз, но очень интересных. Потом Лиля мне позвонила буквально, там, не знаю, не через несколько месяцев. Говорит, слушай, выручай. У нас там актриса одна заболела, у нас горит спектакль. Я говорю, Лиля, а сколько времени осталось до спектакля? А она говорит, 20 дней. Я говорю, ты что, с ума сошла? 20 дней. Я вообще никогда не была на сцене, только в детстве. Вот. Я говорю, как я буду выступать? Она говорит, да, не переживай, там несколько слов всего выучишь, там, ничего страшного. И таким образом я попала в спектакль о ГУЛАГе. Вот. Там я и пела, и играла. Это была моя, так сказать, первая роль в Лилином спектакле. Потом все, как у Лили в спектакле, закрутилось и завертелось. Были, опять был Шагал, разные роли и так далее. Ну, дело не во мне. Я просто хочу сказать о том, что это место, знаете, я долго подбирала слова. Это место, знаете, это не просто музыкальная, творческая студия. Это, знаете, это такой творческий оазис. Когда здесь такие потрясающие энергии, когда ты попадаешь сюда, ты просто наполняешься. Потому что очень многие спрашивают меня из, ну, скажем так, моих друзей, приятелей. Говорят, слушай, где ты находишь силы еще заниматься творчеством? А я говорю, а вот это творчество как раз и дает мне эти силы. И мы здесь много выступали у Лили, и с Денисом все, большинство людей его знают. Он, конечно, пришел к Лиле вот таким мальчиком, чуть больше моей внучки. Он пришел сюда вот там на фотографии. Сейчас он уже выше мамы. Басит уже. К сожалению, он передает большой привет. Сегодня не смог он быть на поздравлении. И я просто хочу сказать, что вот этот юбилей, 10 лет, это такая дата. Это, знаете, дата подведения итогов. И с одной стороны подведение итогов, а с другой стороны это такая дата открывать что-то новое. Новых идей, новых проектов. И Лиля, конечно, она хоть и говорит, наша кошка, но хозяйка, она мама здесь, так сказать, наша. И, как говорится, честь и хвала за то, что она вот этот оазис создала для всех нас. И Лиля, тебе творческих успехов, сил, новых идей. А сейчас я все-таки хочу сделать такое музыкальное немножко такое поздравление, скажем так. Это не мой творческий вечер. Я не буду говорить то, что я умею петь. Вот. Эта песня, я считаю, очень актуальна во все времена. Эта песня как раз о том моменте, называется... Вы ее все знаете. Я вас очень прошу подпевать мне. Называется она «Есть только миг». Это кинофильм «Земля Санникова». И слова у нее потрясающие, что вот «Есть только миг между прошлым и будущим». Именно он называется жизнь. И несмотря на то, что сейчас происходит с нами, и в мире происходит, мы живем в этом миге, и мы должны за него держаться, потому что это и есть наша жизнь. Мне будет помогать маэстро Аркадий Балановский. Итак, песня «Есть только миг». Пожалуйста, подпевайте. Призрачно все в этом мире бушующее. Есть только миг. Есть только миг. За него не держись. Есть только миг. Между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой. Вечный покой. Сердце вряд ли обрадует. Вечный покой. Для седых пирамид. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг. Ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг. Ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, Но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, Мигом одним, только мигом одним. Всем спасибо. Дорогие друзья, хочу всех-всех поздравить нас с юбилеем нашей любимой кошечки. Поздравляю Лилечку. Я очень люблю этот зал. Люблю всех вас. Как вы знаете, я тут преподаю вокал. То есть я здесь как домой прихожу к себе. И еще больше я счастлива, что моя сестра прилетела ко мне из Киева, из Украины совсем недавно. Из этого ужаса. И мы можем сейчас петь дуэтом. Это замечательно. И мы хотим, конечно же, поздравить украинским дуэтом. Чорнопривцы. 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 Поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Дорогие друзья, в общем-то в этом зале почти все знают этого человека. Добавил DimaTorzok 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 И говорили, знаете, было какое-то вот чудо, мы слышали о вас, но поднимались какие-то пласты памяти, души, мы где-то были в другом пространстве. И для меня, как человека, занимающимся художественным словом, это был самый дорогой комплимент. Потому что я считаю, что самый большой комплимент для чтеца, это когда говорят не то, как он читал, а когда говорят, что вот вдруг вот что-то, задели какие-то струны души, памяти, идет какой-то ассоциативный ряд. И вот сегодня, находясь вот там в зале рядом с Виктором, я понял, что я как раз переживаю то же самое. Такое ощущение, что я попал в какую-то совершенно другую реальность, и я переживаю дежавю. Когда я был совсем-совсем молодым, я ходил в народный театр. Мне было 14 лет, когда я пришел в театр, и народный театр в Казани совершенно свинтил мне голову. Это была такая атмосфера, театр назывался «Ровесник». Мы занимали какие-то первые места на фестивалях театральных. Там был мой первый дебют, за который мне дали диплом лауреата, и это определило мою дальнейшую жизнь. И вот сейчас вдруг я понимаю, что я опять оказался в атмосфере своей юности. В атмосфере, которая для меня была уже забыта. Я думал, такого и не существует. Вы меня перенесли опять на 40 лет назад. Но что более удивительно, мы-то тогда были молодые, нам было от 14 до 25, кто-то студент, кто-то школу закончил. А вы все взрослые люди, и вот этот дух юности, дух творчества, он здесь витает, не покидает. И нам, сторонним, так скажем, не торонтовским людям, это совершенно удивительно. При том, что Нью-Йорк тоже очень творческий голос, но вот такой уникальной атмосферы, которая существует, как сказала Вика, вот в этом оазисе, нет нигде. Честное слово. Ну что же, наверное, вы ждете от меня стихов, поскольку я читающий артист, и не так много в моем репертуаре стихотворений, где обыгрывается кошка, но одно я все-таки нашел. Это Саша Черный, и сейчас я хочу его просто прочитать и в качестве небольшого подарка посвятить нашей дорогой Лилечке и всем вам, моим любимым кошкинцам. Вчера мой кот взглянул на календарь и хвост трубой поднял моментально, потом подрал на лестницу, как встарь, и завопил тепло и вакханально. Весенний брак, гражданский брак, спешите, кошки, на чердак. И кактус мой, о чудо из чудес, залитый чаем и кофейной гущей, как новый лазарь взял, да и воскрес, и с каждым днем прет из земли все пуще. Зеленый шум, я поражен, как много дум наводит он. Уже с панели смершуюся грязь, ругаясь, калывают дворники лихие, уже забрел ко мне сегодня князь, взял теплый шарф и лыжи беговые. Весна, весна, пою как бард, несите зимний хлам в ломбард. Сияет солнышко, ей-богу, ничего. Весенняя лазурь спахнула дым и копоть. Мороз уже не щиплет никого, но многим и нечего, как и зимою, лопать. Деревья ждут, гниет вода, и пьяных больше, чем всегда. Создатель мой, спасибо за весну. Я думал, что она не повторится, но дай сбежать в лесную тишину от злобы дня, холеры и столицы. Весенний ветер за дверьми. В кого влюбиться, черт возьми? Сегодня мы все влюблены в удивительную кошку с юбилеем. Перед тем, как мы непосредственно поздравим кошку, мы просто обязаны сказать, что мы здесь в кошке, мы представляем здесь КСПшную цех. И почему мы это так настойчиво говорим? Потому что очень важно знать, что имеется в виду. Я даже не буду останавливаться на том, как КСП расшифровывается. Но дело в том, что литература музыкальная Костина «Удивительная кошка» все эти годы она сотрудничает с прекрасными, действительно очень, очень значительного уровня профессиональными музыкантами. Игорь Портной, к сожалению, сегодня не смог прийти, Нина говорила. Нина Шапильская сама замечательный, замечательный музыкант. Сестры Соловьяненко, вы их только что слышали. Анастасия Погорелова, к сожалению, сейчас на гастролях, тоже не смогла сегодня прийти. Я думаю, я мог продолжить бы этот список. Это действительно прекрасные музыканты, замечательный уровень. Почему мы это говорим? Так что же такое все-таки КСПшный цех? Это цех, которому прощаются все фальшивые ноты. Которому прощаются упрощения, ну, скажем так, гармонической идеи автора до трех-пяти аккордов. Какая бы эта идея изначально ни была. Поздравительные отрывочки из «Жизни удивительной кошки». Мы вам песенку споем про десять лет, Десять дивных, удивительнейших лет, Поретических тусовок, театральных зарисовок, Киновстреч и творческих палет. Ах, гостиная моя музыкальная, Полнадная ты и танцевальная, Поэтическая, литературная, В общем, вся такая типа культурная. Ах, гостиная моя, ты гостиная, У тебя кошачий нрав, хватка львиная. И живешь ты, и склярно, бомон-дава, Нам торон-то без тебя не торон-тала. И живешь ты, и склярно, бомон-дава, Нам торон-то без тебя не торон-тала. Куда пойти в ближайший выходной, Вкуси в субботы манустрой, На входе взять билет, Аной, ну как же без него? Мелькнет в толпе знакомое лицо, А может, целых пять. И пьесы уж захвачены в кольцо, Поэзии захвачены в кольцо, И хочется сказать. Все это кошка, 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 Ну кто ее не знает? Кошка, В ее лукошке, Проектов умища И замысла в букет. Кто? Кто смастерил уютный дом, Папара-папа, 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 И храм для мус устроил в нем, Папара-папа, 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 Кто не ученый, А поэт окун, Судачи целый свет, Кого походу узнают? Скажите, Как ее зовут? Конечно, Лиля, Папара-папа, Лиля, Папара-папа, Лиля, Ну кто ее не знает? Ее веленье Возникла кошка, Преугивительная кошка, Скажем вам. Десять лет, В них восторга, Плависментов, Триппы пулис, Рампы свет, Триумфальные моменты, Ниагарские сны, Мастер-классные творения, Из друзей две стены, Экстаз и вдохновение. Десять лет, Лишь начало, Это первый юбилей, Будет их еще немало. Десять лет, Лишь начало, Это первый юбилей, Будет их еще немало. Сегодня замечательный день, Мы празднуем юбилей Удивительной кошки. Такой день, Конечно, Хочется сделать Что-то приятное для людей, Но, извините, Я буду читать стихи. Я человек далекий от поэзии, От художественного слова, Но иногда накатывает, И сегодня я хочу Маленькую такую ретроспективу сделать, Потому что первый раз На меня накатило, Вот как раз десять лет назад, Но текст все объяснит. Я, в общем, Просто мимо проходил. Усталым был, И голоден немножко. Уныло было, С неба дождик лил, Но вдруг увидел Яркий свет в окошке. Я сил прилив внезапно ощутил, В мечтах соленый огурец с картошкой, И дверь толкнув, Порог переступил, Под вывеской забавною, Антошка. И понял, Что не светит мне омлет, Сплошной шарман, И дух царитальковный, В приправах острых Недостатка нет, Но подчую тут пищу духовной. Я поначалу губы прикусил, И вспомнил о соседской черной кошке, Как будто яйца в дребезги разбил, Зачем-то их сложив. В одно лукошко. Но вот из пепла будто бы восстал, Я созерцал пленительные ножки, И черный кофе слушал и глотал, В стакане чай помешивая ложкой. В моих словах почтишно смысла Есть. И рифмы очень странные при этом. Я просто из палаты номер шесть Пришел к вам с политическим приветом. И уж который раз я осознал, Судьбы моей извилиста дорожка. Но очень рад, Что все-таки узнал Про очень удивительную кошку. Для тех, кто не знает, Первое заседание клуба «Удивительная кошка» Проходило в кафе «Антошка», А черный кофе – это название группы, Дуэта, который исполнял тогда песни для черной кошки. Ну, второй раз накатило меня К пятилетию Все той же удивительной кошки. К тому времени уже появились значительные вехи. В ее творчестве прошел спектакль По стихам Шагала, Спектакль «Таинственная черубина», За занавеской серебряного века По стихам Цветаева и Варток, Астероид, номер, четыре цифры никогда их не... 348 Вот. Стихи поэтов, прошедших в ГУЛАГ И, наконец, по произведениям Даниила Хармса Под названием «Если что-то нужно объяснять, То бесполезно что-то объяснять». Ничего не надо объяснять. Ничего не надо объяснять. Вот. И впечатление изложил на пятилетий. На празднование пятилетия удивительной кошки. Я как-то говорил о том немножко, Но тема эта сильно развелась. Уж очень удивительная кошка В окрестностях Торонто завелась. По золотой цепи она не ходит, А вот стихи и песни говорит. Там лешие толпой по сцене бродят, Ну и русалки украшают вид. Довольно скромно было поначалу. Чаек обильно скрашенный стихом, И с замиранием публика внимала, Порою забывая обо всем. Но этого и показалось мало. Для творчества ничто не чересчур, И пошагала кошка по шагалу. Такой вот получился каламбур. Нарисовалась чудная картина, Мазками нежными стихов и грез, И черубина, будто чиполина, Всех зрителей растрогала до слез. Прекрасная лишь движет человеком. Но Роза Марковна шепнула мне на то, За занавескою серебряного века У них вообще творится черти что. Пускай бы хоть нормальную любовью, Люби себе, да только меру знай. Общественность не повела и бровью, И уж тогда поперла через край. Забота ли по фене, может с горя, Мы все под впечатлением до сих пор. А Миша вдруг запел в тюремном хоре. Не сомневайтесь, то был женский хор. Тут даже Коля, ко всему привычный, Ну, то есть, извините, Николай, Лишь головою покачал трагично И с укоризной молвил, Аси-сяй. Какой-то ненормальный Нары строит. Кто ж мог представить, что произойдет? И вдруг четырехзначный астероид Вознес их до невиданных высот. И сразу режиссеры чередою Желают кошку подрессировать, А от кассиров просто нет отбоя. Везти, мол, чтобы бабки подбивать. Вы только не спешите расслабляться, И тернии случатся на пути. Не огорчайтесь, сестре и братцы, Без терний к звездам вовсе не дойти. Но я скажу, а дальше как хотите. Надеюсь, что не стану вам врагом. Себе искусство раньше возлюбите, Себя в искусстве как-нибудь потом. Ведь жизнь порой почти по анекдоту. Труднее кончить, нежели начать. И если нужно объяснять чего-то, То бесполезно что-то объяснять. Браво! Браво! Ну и к сегодняшнему дню Тоже не смогу держаться. Коротенько пару слов. Под названием таким тяжеловесным У кошки первый юбилей. Минутам и секундам счета нет. Они слагались в дни, Потом в недели. И так минуло Долгих десять лет. Ох, как же они быстро пролетели. Хотелось много, Кое-что сбылось. О многом мы уже давно забыли, Как мало дел нам сделать довелось. О, сколько же мы, братцы, натворили. По жизни оттого легко идем. То почему-то давит грузом плечи, То потеряем что-то, То найдем. Жизнь, как всегда, полна противоречий. Порой грешили. Ну, а кто здесь свят? И множились события год от года. У кошки наплодилось окотят. Среди них и я, Из первого приплода. По-разному бывало на пути. Порой смешно, Порой и не до смеха. Но мы сумели этот путь пройти. И даже ковид нам не стал помехой. И в этот день, Чего греха таить? Я радуюсь, Судьбу не искушаю. И не желая неба прогневить, Вам и себе Лишь скромно пожелаю, Чтоб каждый год И месяц, Да и день Удачным был И стал хорошей вехой. Чтоб радоваться жизни нам не лень, Житейских, Ну и творческих успехов. И так же, как сегодня, Средь друзей, Таким же чудным днем, Порой и летним, Желаю встретить Пятый юбилей. Ну и, конечно, Чтобы не последний. Спасибо. Спасибо, Альон. Наша пара, Удивительная тоже, Хочет поздравить Лилю С этой замечательной датой. И Лиля, На сцену, пожалуйста. Никто ее не объявлял, Слюбой, Не обидно же. Лилечка, Я люблю делать Податки своими руками. И Лилечке я делала украшения. Вот сейчас От нашей семьи Вот такой подарок. Открывай. Пусть встанет. У вас цвета мои. Да. Мы вам дарим Нарисованное лично мною С огромной благодарностью, С огромной любовью, Восхищением, Очарованием. Вот такую кошку. Вот в таком Голосатом комбинезоне. А для меня есть там, Венегон. Сошью. Вот эти полоски, Они не просто так. Они обозначают Или символизируют Кошку. Творческую кошку, Поэтическую кошку, Музыкальную, Танцевальную, Вокальную, Оркестровую кошку, Фестивальную кошку. И посмотрите, Это все проекты, Проекты, Проекты. И сколько еще Проектов впереди. Лиля, Кошка Жила, Живет и будет жить Очень долго. И вот это все Твои проекты. То, Что в голове у Лилии В секунду Рождается по 500 Разных проектов И идей Уже не секрет. Поэтому Вот это все Твои идеи И будущие проекты. И посмотрите, Вокруг Следы, Следы, Следы. Это котята, Это кошкинцы, Это друзья, Это новые посетители кошки, Это новые друзья кошки. И все это друзья. Врагов здесь нет, Они вот тут, За картиной. И посмотрите, Какая шаловливая кошка. Она Глаз прищурила, Она хитрая, Она мудрая, Она все видит, Она все знает. Вот. И Вот этот глаз Очень шкодливый глаз. То есть Лиля любит Может быть Серьезной, Строгой, Но в большинстве случаев Она веселая, Очаровательная, С огромным чувством юмора, Ну и, конечно, Замечательная поэтесса, О которой, О чем она Как всегда умалчивает. Поэтому, Лилечка, Вот Вот тебе вот это. Спасибо, Натя. Она же вот врагов, Если сзади там есть враги, Значит, Мы что-то правильно делаем. Но это еще не все. А, теперь я, да? Это теперь вы. Я хочу просто добавить, Что вот это поздравление было, Значит, Не только от нашей семьи, Просто как от такой вот, От такого семейного дуэта, Но еще и от театрального нашего дуэта. Лиля назвала нас театром для двоих. Да, действительно, это так. Он так и называется, Just the two of us. И то, То, что сейчас я буду делать, Не имеет к этому ни малейшего отношения. Я просто хочу спеть песню. Я не профессионал, Все это прекрасно знают. Но в тех песнях, которые сегодня пели, Про кошек ничего не было. А я нашел песню, Она такая, в общем-то, Соответствует вон тому коту или той кошке. Я не знаю, кстати, кот это или кошка? Кошка. Кошка, да? Кошка. Кошка. Я с удовольствием смотрю Вот на эту афишную тумбу И на афиши, Которые висят вот там в коридоре. И они мне очень нравятся. Мне тоже нравятся. Их автор афиши Марк Вайндроу. Потому что эти афиши я делаю. Кстати, Те, кто выступал в удивительной кошке И видели свои афиши, И брали их на память, И восхищались ими. Автор Марк Вайндроу. Спасибо. Ну, а сейчас я попрошу Виктора Поставить песенку, Которая так и называется Cat. Она такая хулиганская, В общем-то, соответствует вот той кошке. И наверняка многие из вас ее слышали. Ну, может быть, она многим Или некоторым нравится. Человек и кошка Плачут в ту окошко, Серый дождик, Катлет прям на стекло. К человеку с кошкой Едет неотложка, Человеку вверху Может больной стело. Доктор едет, едет В нежную равнину, Порошок хлебный Людям больно ждет. Человек и кошка Порошок тут примут И печаль от дубы И тоска пройдет. Человек и кошка Дни струк дом считают Вместо неба Синего, серый Поголов Человек и кошка По ночам летают Только что Семьи Игры Блев не дает Доктор едет В нежную равнину, Порошок хлебный Людям больно ждет. Человек и кошка Порошок тут примут И печаль от дубы И тоска пройдет. Где ты, где ты, где ты Белая карета Стена туалета Человек и кричит Но не слышат Стены Трубы Словно вены И почерп с рывной Как сердце вешено стучит Доктор едет В нежную равнину, Порошок хлебный Людям больно ждет. Человек и кошка Порошок тут примут И печаль от дубы И тоска пройдет. С днем рождения, кошка! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ